Пять из восьми шайб в матче в Твери были заброшены при игре в неравных составах. На лёд спорткомплекса «Юбилейный» вышли команды ВХЛ «Динамо» Тверь и гости из Самары ЦСКА ВВС. Об итогах сражения в нашем следующем сюжете. В дебюте матча «Динамовцы» провели хорошее большинство, но вратарь самарцев был надёжен. Второе численное преимущество хозяев завершилось голом. С добиванием Тимура Бешарова вратарь не был в состоянии справиться. В свою очередь первое же удаление у белых-голубых лётчики трансформировали в заброшенную шайбу. Второе удаление хозяев и снова реализация большинства команды из Самары. Гости ввели в счёте ровно четыре минуты до очередного удаления. На этот раз Тверская команда забила в формате 5 на 3 благодаря мощному броску защитника Владислава Казаманова 2-2. До перерыва хоккеисты не садились на скамейку штрафников, а потом заброшенных шайб с трибуны юбилейного не увидели. Добавим, в середине первого периода нападающий «Динамо» Виктор Пластинин покинул площадку на носилках и был госпитализирован в городскую больницу. По предварительной информации он получил серьёзную травму и выбыл из строя до конца сезона. Мы играли с этим соперником, у нас там многое получалось, но не забили шайбы. Сейчас тренер дал установку играть побольше, ну побросать, потому что они в предыдущие игры пропустили много шайб. Ну, попытались выполнить установку, пока так не совсем выполнили. А какие задачи ставите на следующий период? Ну, продолжать играть в ту же игру, просто не удаляться, не делать ненужных удалений. Продолжать играть так же. Во второй 20-ти минутке соперники, нарушив сложившуюся традицию, обменялись голами, играя в равных составах. Лётчики вышли вперёд после того, как за 2,5 минуты до окончания игрового отрезка Олег Мисюль переправил шайбу в ворота «Динамо». Но через 50 секунд «Динамо» ответил Иван Иванов броском, с пятака сравнял счёт 3-3. Игра туда-сюда, много голов, много удалений. Надо построже сыграть нам, поменьше удаляться. А как будете всё-таки стараться получить преимущество в игре? Ну, за счёт движения, за счёт количества бросков будем зарабатывать удаление на себе, реализовывать. Третий период начался с курьёзного гола. Уже забивавший Рафаэль Бекмулин на удачу бросил из-за ворот и шайба ударившись, а спину Кузнецова оказалась в сетке. Место в воротах «Динамо» занял Иван Куликов. А затем сам Артис вспомнили первый период и забили в большинстве. Причём Глеб Семёнов сыграл, как заправский бейсболист, попав клюшкой по летящему диску. В оставшиеся 7,5 минут счёт 3-5 не изменился. «Динамо» уступило сопернику, который уже потерял шансы на выход в плей-офф. И серьёзно осложнил себе ситуацию в борьбе за кубковую восьмёрку. 29 января «Динамовцы» продолжат домашнюю серию матчем с Тольяттинской «Ладой». Стартовая сирена в Тверском юбилейном прозвучит в 19.00.